Первым выступающим у нас является Евгений Наумович Именитов. Молекулярные мишени. Что нам может помочь? Ну, кое-что мы знаем, но Евгений Наумович никогда не перестает удивлять нас новыми и новыми сведениями о том, что может нам помочь. И в этот раз снова мы вас слушаем с большим вниманием. Ну, конечно, те, кто присутствовал на утренней сессии, неизбежно будут повторения. Я заранее прошу меня извинить, но это, в общем-то, неизбежно. Ну, так, если говорить с точки зрения мишени, то, безусловно, идентификация мутаций в гене Вераф – историческое событие в онкологии. Потому что это, вообще-то, первое открытие, которое возникло в результате программы исследований. Была международная программа, занимались ей академические институты. Задача была найти мутацию, которая изменяет конформацию киназ. Почему? Потому что именно киназа – это та разновидность ферментов, которым технически на сегодняшний день легче всего подобрать лекарства. И была такая установка, что если будут мутированные киназы, если будет изменена конформация киназ, то здесь можно осуществлять сознательный поиск препаратов. И те лекарства, которые были до Вераф-мутации, и GFR-мутация, и Реса, Торцева, некоторые другие – это все в достаточной степени случайные открытия. Сначала появился препарат, а потом, благодаря препарату, открыли мутацию. А вот тут как раз первый пример осмысленной программы. Сначала искали мутации в киназах, потом к этому мутированному белку сумели разработать ингибитор, и этот ингибитор оказался эффективным. Ну и, пожалуйста, вот здесь регистрационное испытание биморофениба. В общем, к таким картинкам стали привыкать, потому что, посмотрите, у всех больных, кроме двух, отмечается уменьшение размеров опухоли. Это при том, что цифры стандартного ответа на стандартную терапию – 5%. Вот и пример, когда назначается лекарство принципиально новое, специфическое. На самом-то деле, то, что казалось простым в 2002 году, когда открыли мутацию, как часто в таких случаях бывает, картина усложнилась. В 2002 году, не так давно, 14 лет назад, секвенирование, в общем-то, было малодоступной дорогостоящей процедурой. И поэтому уделяли внимание тем мутациям, которые формируют большинство. Это так называемые мутации В-600Е. Сейчас, по прошествии 14 лет, понятно, что это было, в общем-то, вынужденное упрощение. Эта программа, которая была инициирована хозяинами сегодняшнего симпозиума фирмы Ихофман-Лерош и российским обществом патологоанатомом, идея была очень простая. Давайте анализировать всех больных с меланомой на спектром мутации. Но смотреть не только ту мутацию, которая является стандартной, выявляется тест-системой, а анализировать всю значимую часть гена. Посмотрите, вообще-то мутация В-600Е, для которой разрабатывался препарат, это всего 90% мутации. Оставшиеся 10% приходится на другие мутации, которые не выявляются стандартными тест-системами. Много это или мало, ну, сами понимаете, вопрос риторический. Наверное, все-таки с учетом того, что сейчас больше и больше внимания уделяется персонализированной медицине, к этой группе больных больше и больше внимания будет уделяться. Теперь, то, о чем утром говорили, но еще раз хочу повторить. Сегодня, когда открывались его симпозиум, уже прозвучало, меланома – это болезнь молодых. Не просто меланома – болезнь молодых и трудоспособных. Бираф-мутированная меланома – это действительно болезнь молодых. Шансы найти мутацию усредненного пациента с меланомой примерно 40-50%. Так пишут в литературе. Поверьте мне, если тест делать правильно, то есть смотреть не только значимые мутации, главную мутацию, но и все мутации, наши данные показывают, что это цифра чуть выше 60%. Но вот если мы берем необычно молодую категорию больных, те, кому до 40, то практически все больные, за редкими исключениями, имеют мутацию в гене РАФ. Особенно если меланома вызвана ожогами, если меланома развивается на том участке кожи, который экспонируется загоранием. Ну, самое классическое место – спина, тонкая кожа, что в первую очередь сгорает, когда мы приезжаем в отпуск. Спина, правильно? Вот это наиболее опасное место для развития меланомы, а плюс еще там по понятной причине анатомической проблемы с ранней диагностикой. Не правда ли? Спину-то мы у себя не видим. Другой аспект, тоже утром об этом говорили, минорная мутация В600К, она вторая по значимости, она всегда считалась редкая. Посмотрите, это опять же размер имеет значение, размер исследования, результаты, которые получаются в результате больших чисел. Это большое исследование, в нем 1034 пациента, это много, даже для БИРа в диагностике. Позволили мы накопить критическое количество больных, которые пожилые. Посмотрите, у пожилых больных мутация В600К, которая значимая для лечения, составляет четверть всех мутаций. Соответственно, если тест ее не выявляет, ну, сами понимаете. Самое главное, в общем-то, определение мутационного статуса имеет принципиальное значение. Почему? Дело в том, что у ингибиторов БИРАФ есть очень необычный побочный эффект. Так получилось, что эти белки угнетают мутированный БИРАФ, но, увы, они активируют БИРАФ нормальный. Получается, что если вы не определили БИРАФ-мутацию или определили ее ошибочно, то есть тест говорит, что есть мутация, а на самом деле нет, и вы назначаете препарат, вы ускоряете рост опухоли, не угнетаете, а ускоряете, это очень важно. С одной стороны, о том, что при меланоме назначать мутацию без теста, даже речи быть не может. Но необычный побочный эффект появления опухолей кожи связан как раз с этим побочным эффектом. Ну и посмотрите, этот случай уже был сегодня утром, но он очень важный. У пациентки был рак молочной железы, успешно вылечили, радикально прооперировали, назначается препарат, на месте рубца появляется рецидив заболевания. Прекращается прием препарата, самопроизвольный регресс. Вот это, как ни странно, казалось бы, эксклюзивный случай имеет существенное клиническое значение. Несколько процентов больных, которые сегодня приходят с меланомой, у них уже в анамнезе была другая опухоль. И чтобы не быть не голословным, позавчера звонок от очень квалифицированного врача нашего ленинградского, санкт-петербургского, очень высококвалифицированный доктор, он говорит, «Слушай, у меня пациент, у него меланома, несколько узлов видны, ну то есть есть метастазы, но вообще-то куда больше диссеминация раком, рак почки. Назначили доброфенип, как ты на это посмотришь?» Я говорю, вот это как раз тот случай, когда, в общем-то, монотерапия, ну на мой взгляд, неприемлема, потому что маленькие узлы, от них потенциально меньше вреда, чем от провокации уже существующего опухолевого процесса. Правильно ли это мнение? Не знаю, но, по крайней мере, то, что такие ситуации, увы, бывают все чаще и чаще, это факт. Ну, на самом-то деле, видели там много мутаций, любая диагностика – дело непростое. Так или иначе, молекулярная диагностика на сегодняшний день централизованная. И Российское общество клинических онкологов, оно организовало специальную программу по диагностике. Сейчас, в общем-то, БИРАФ-диагностика, она доступна благодаря инициативе Русско-Российского общества клинических онкологов. Есть горячая линия, есть специальная система. Все это делается сейчас централизованно, ну при централизованном тестировании по определению лучше контроль качества. Что интересно, БИРАФ-мутация, в общем-то, в какой-то степени универсальное событие. Оно действительно в большей степени характерно для меланомы и опухоли щитовидной железы, но и другие опухоли весьма актуальны. Например, колоректальный рак, 5% всех больных колоректальным раком имеет данную мутацию. Но колоректальный рак же очень частая опухоль, 5-6 место в структуре заболеваемости. Вот и получается, что абсолютное количество больных, БИРАФ-мутациями, оно заметное. И так, казалось бы, логика простая. Видим БИРАФ-мутацию, надо назначать БИРАФ-ингибитор. Так ведь? И да, и нет. Это как раз первый случай в истории таргетной терапии, когда достоверно показано, что мало иметь мишень, это наличие мишени еще зависит от органного контекста. Посмотрите, в данном случае нам повезло. Редчайшая опухоль, светлоклеточная саркома, это отделение Светланы Анатольевны Проценко. Светлоклеточная саркома, обнаружена БИРАФ-мутация. Ну, так как БИРАФ-мутация, в общем-то, без особых знаний, потому что опыта в литературе нет, был назначен ВИРАФ-инг. Посмотрите, полный ответ, полный ответ. В данном случае людоедка Элочка обогнала Миллиардершу Вандербиль в соревновании, потому что, посмотрите, большая статья, которая, так называемое, корзиночное испытание. Там, где все опухоли, сбирав мутации, берутся на единое лечение ВИРАФ-нип, она появилась на три дня позже. И тот случай Светлоклеточной саркомы, который описан в этом статье, он оказался вторым, а не первым. Тоже очень хороший ответ. Вот, посмотрите, Светлоклеточная саркома, тоже очень хороший ответ. То есть, получается, у нас есть опухоли, где сама по себе БИРАФ-ингибирование, оно является эффективным. Но, увы, есть и другие примеры, и они, к сожалению, куда более актуальные. Колоректальный рак, наверное, один из самых частых примеров БИРАФ-мутированной опухоли. А вот здесь-то как раз БИРАФ-терапия неэффективна. Посмотрите, вот этот график смотрится достаточно благополучно, но здесь есть одна визуальная хитрость, это картинка из журнала. Посмотрите, нам-то хотелось, мы привыкли такие графики иметь в полной шкале, а здесь же срез произошел. Вот она, минус 30%, и вот у нас граница между стабилизацией заболевания и объективным ответом опухоли. 21 пациент включен в исследование, только у одного объективный ответ. И это по сравнению с прекрасными цифрами при меланоме, где практически все пациенты, большинство пациентов демонстрируют выраженный ответ. А почему так происходит? Казалось бы, там и там БИРАФ-мутация. Потому что в толстой кишке есть рецептор эпидермального фактора роста, а в меланоме его нет. И что получается? В толстой кишке, если вы назначаете ингибитор мутированного БИРАФ, происходит компенсаторная активация рецептора эпидермального фактора роста. А какой выход из этой ситуации? Можно лечить таких больных специфически? Можно. Если одновременно назначать ингибитор мутированного БИРАФ и ингибитор рецептора эпидермального фактора роста, комбинированная блокада, она хорошо переносится больными, то здесь можно достичь хороших результатов. И посмотрите, это опять же наш собственный опыт. Это пациент, у которого еще менее управляемая опухоль. Это не толстая кишка, это желчный пузырь. Все, кто знают химиотерапию гастроинтестинальных опухолей, знают, что опухоли желчного пузыря вообще не чувствительны никакой терапии. Там нет терапии. И вот посмотрите, здесь комбинированная блокада, потому что БИРАФ-мутация есть. Ингибитор БИРАФ, биоморофенип, ингибиторы GF, понитумумап. И посмотрите, полный регресс для карцином желчного пузыря. В общем-то, это невидимое событие. Там частота объективных ответов на химиотерапию 9%. Какие еще механизмы возникновения резистентности? Я на примере опухоли толстой кишки показал пример, когда активируется рецептор. Но посмотрите, на самом-то деле возможностей для возникновения резистентности значительно больше, потому что есть другие сигнальные молекулы, которые могут позволять опухоли адаптироваться к воздействию терапии. Поэтому вот посмотрите, получается вот этот каскад работает в норме. Вот у нас рецептор передает сигналы деления клетки. И вот эти белки, они играют роль промежуточных сигналов. Здесь могут возникать коллатерали, поэтому вначале опухоль отвечает на назначение БИРАФ-ингибиторов, а потом активируются самые различные коллатерали. Вот эти коллатерали, они перечислены на этом слайде. Ну, например, может увеличиваться количество самой мишени, мутации БИРАФ. И тогда препарата просто не хватает, чтобы эту мишень насыщить. Может появляться изоформа БИРАФ. Это та изоформа, которая нечувствительна к воздействию ингибитора. Может активироваться гомолог гена БИРАФ. ФИРАФ – это ген с такими же функциями, это компенсаторная реакция опухолевой клетки. Про активацию рецепторных киназ мы уже подробно говорили. Может активироваться ген НРАС, и тогда получается, что при активации НРАС у нас возникает коллатераль и так далее, и тому подобное. Но что же общее между всеми этими механизмами? Посмотрите, в любом случае затрагивается каскад киназы МЕК. Вот у нас общее звено киназа МЕК, которое является универсальным компонентом всех путей возникновения резистентности. Чем БИРАФ отличается от привычных тирозин киназы GFR, ALK? Для GFR, ALK главный механизм резистентности – это модификация самой мишени, вторая мутация. А вот для БИРАФ вторые мутации не характерны. Здесь происходит активация коллатеральных каскадов. В этом отличие почему? Потому что не создать ингибиторы второго поколения. Там, где GFR, там, где ALK, уже появились ингибиторы второго поколения. А здесь все воздействия на коллатерали. Но на самом-то деле МЕК-ингибиторы, они достаточно давно уже есть в эксперименте, уже внедрены в клиническую практику. И посмотрите, какие прекрасные результаты. Если у нас происходит не только угнетение самого БИРАФ, но и белка, который вовлечен во все механизмы возникновения коллатералей, во все механизмы резистентности, то получается, что у нас клинически значимо увеличивается время допрогрессирования, и клинически значимо увеличивается продолжительность жизни больных. Таким образом, если посмотреть на те бурные события, которые произошли в лечении меланомы, еще пять лет назад не было ничего, кроме потенциально малоэффективной терапии, затем появилась таргетная терапия, иммунотерапия, что существенно последние несколько лет фактически редко практикуется в случае достатка средств монотерапия ингибиторами киназа. Считается, что сочетанная терапия ингибиторами БИРАФ и МЕК значительно лучше, чем монотерапия, и это новая тенденция в лечении меланомы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Евгений Наумович. Как всегда, узнаем больше и больше интересного. Самое интересное заключается в том, что сегодня в этом разговоре вы обратили еще большее внимание не только на меланомы, а на другие вещи, связанные с БИРАФ-мутацией, что само по себе говорит о том, что нам об этом надо и надо еще говорить. У меня единственный к вам вопрос, потому что я не могу, к сожалению, дать большое количество вопросов из-за времени. Вы сказали, что все-таки можно рассматривать БИРАФ-мутацию как следствие повреждающего действия повышенной инсоляции. И таким образом, мол, это в первую очередь касается молодых людей. Так я вас понимаю, да? Скорее так, у молодых людей происходит обогащение меланомами, которые вызваны ожогами. То есть я имею в виду, что если в более пожилой популяции достаточное количество меланом, которые возникают вследствие старения, то вот меланомы, которые связаны с ожогами, они чаще, с повторными ожогами кожи, они чаще встречаются в молодой категории людей. Субтитры создавал DimaTorzok